Европа приходит в себя после смертоносного урагана Гервант. В минувшее воскресенье он пронесся на территориями сразу нескольких стран и унес жизни восьми человек. Стихия сносила крыши с домов и вырывала с корнем деревья. Сотни зданий остались без света. Автомобильное и железнодорожное движение парализованы, а некоторые аэропорты закрыты. Сильный ветер уже несколько ослабевшего Герванта сегодня пришел в Беларусь. Скорость порывов достигает 20 метров в секунду и дождь. В понедельник и вторник объявлен оранжевый уровень опасности, как сообщили в МЧС и Белэнерго. На данный момент серьезных последствий ветер не принес. Отключение электроэнергии также не зафиксировано. Зато в наиболее пострадавших от урагана странах Германии, Польши и Чехии все силы брошены на устранение последствий стихии. С подробностями Ольга Давидович. Четыре человека стали жертвами разговора стихии в Германии, федеральных землях, Нижней Саксонии, в Северной Рейн-Вестфалии. В Польше обе жертвы смертельного урагана водитель автомобилей, на который упали деревья. Один из пассажиров поврежденного авто находится в тяжелом состоянии. Нам повезло, что дерево упало на тротуар. Наш офис не пострадал. И если бы не погода разыгралась в понедельник, думаю, жертв урагана было бы больше. Тем не менее, в Чехии без жертв не обошлось. В результате падения деревьев там погибли мужчина и женщина. Ветер был такой силы, что сносил даже крыши с домов. В стране частично приостановлено железнодорожное сообщение. Обесточено из-за урагана свыше 120 тысяч домовладений в восьми краях республики. В связи с сильным ветром и упавшими деревьями, местами оборвавшими провода электропередачи, во всех округах следует соблюдать максимальную бдительность. Постепенно ветер утихает, и нам удается обновлять поставки электроэнергии. На метеостанции в аэропорту города Либерес зарегистрировали вихрь, сила которого достигала более 102 км в час. Серьезное ЧП произошло в Зальцбурге. Там в момент сильного ветра экстремально садился самолет польской авиакомпании «Энтерэйр». Машина чуть не разбилась. Непростую посадку видел случайный фотограф. Люди, которые находились на борту, делились, что пережили настоящий ужас. Неудивительно, местами порывы ветра достигали 50 метров в секунду. Пилоты на вторую попытку не решились. Самолет направился во Франкфурт. А там тоже из-за сильного ветра не мог сесть самолет из Хьюстона. В Берлине был введен режим чрезвычайной ситуации. Остановлено движение поездов. Пришлось закрыть десятки автомобильных трасс. Всего же немецкая железная дорога отменила движение междугородних составов в семи федеральных землях. Ураган оставил более 200 повреждений на железнодорожных путях, особенно в северной и восточной частях. Эти повреждения настолько серьезные, что нам понадобится весь день, чтобы их устранить. Для нас важно, чтобы завтра, после продленных выходных, все пути были свободны для проезда. Рейтер сообщает, что на один из немецких островов накануне выбросила 225-метровый грузовой корабль «Глория Амстердам». На его борту почти 2000 тонн дизельного топлива. Специалисты проводят проверку на предмет возможной утечки горючего. Затоплен центр Гамбурга. Эльба вышла из берегов. Гервард принес штормовую погоду на Балтийское море. Там высота волн превысила 5 метров, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду. На западе Украины все тоже началось с ливней, который сопровождали сильным ветром. А затем 15-сантиметровым слоем снега засыпало Карпатой. При Карпатии был госпитализирован мальчик. На него упало надломившееся дерево. Только во Львовской области без света остались 129 населенных пунктов. В буквальном смысле завалилась снегом Румыния. Местами толщина снежного покрова превышает 20 сантиметров. Местная трасса заблокирована. Введен желтый код опасности. С перебоями в работе общественного транспорта столкнулись жители Калининграда. Там за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Дожди вызвали подтопление. Улицы превратились в реки. Все городские службы работают в усиленном режиме. В ближайшие часы в Калининграде ждут усиления северо-западного ветра. Синоптики прогнозируют проливные дожди. Сразу в нескольких регионах Центральной России объявлено штормовое предупреждение. Ольга Давидович, Елизавета Казакова и Татьяна Волкова. Агентство теленовостей.